Это подкаст «Всё в твоей голове», в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях девушка Юля. Юля 29 лет, и, как она сама рассказала, с её слов её беспокоит социальная тревожность. Она назвала это таким образом и описала эту социальную тревожность как тревожность от перспективы общения с людьми, вообще в целом коммуникации. И вот мы как раз над этим вопросом постараемся сегодня хорошо поработать, разобраться, может быть, в чём причина такой тревожности и что с этим можно будет сделать. В целом наша беседа будет строиться именно в структуре того, чтобы разобраться с причиной этой проблемы. Здравствуй. Да, здравствуйте. У нас здесь не психотерапия, но мы очень близки к ней для того, чтобы разобраться с какими-то ключевыми проблемами. То есть, например, возможно, с определёнными мысленными установками, которые провоцируют такое твое поведение. Сама психотерапия, она непосредственно будет работать глубоко с причиной. Я знаю, у тебя уже есть опыт психотерапии. Мы перед этим с тобой пообщались немного. У тебя был опыт работы с психологом. Расскажи слушателям, почему ты до этого начинала ходить к психологу и чем этот твой опыт завершился. То, что ты мне рассказывала. Ну, я попробовала где-то год назад пойти первый раз к психологу. Не могу сказать, что это прям был опыт полноценной психотерапии, потому что было буквально несколько сеансов общения. Пошла я, ну, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы разобраться с некоторыми физическими проблемами, которые, ну, в общем, у меня есть проблемы со здоровьем. Соматические врачи не могут найти её причину. И уже начали мне намекать о том, что, возможно, это психосоматика. И я решила пойти узнать вообще, что такое психосоматика. Ну, и в целом очень много моих подруг, знакомых, опыт общения с психотерапевтом уже имели. И я подумала, может быть, как-то мне это облегчит жизнь. Что-то я узнаю. Ну, и вообще как это, да? Ну, недолго я проходила. Не знаю, как-то не было и конкретного понимания, зачем я иду. То есть вот одной конкретной какой-то проблемы. В целом ощущения были дискомфортные. Возможно, нужно было их пережить какое-то время и привыкнуть. Может быть, нет, не знаю. Но я решила, что я не готова, в общем, к таким приключениям и прекратила. Ну, к этому приключению, я надеюсь, ты готова, потому что у тебя как минимум есть запрос уже, с которым ты пришла, да? То есть конкретная задача, которую хочешь решить. И мы как минимум постараемся увидеть некоторый позитив в этом в конце. То есть как вообще эта ситуация могла бы вернуться нам на пользу или каким таким образом это можно было бы повернуть в позитивную сторону. То есть мы все-таки будем стараться, чтобы мы из этой студии ушли в хорошем настроении, с некоторым оптимизмом. Да, да, я решила. Вот этот опыт, конечно, иной. Это не то же самое, что просто пойти на прием к психотерапевту, где только вы. Во-первых, я думаю, или хочу думать, что моя проблема многим знакома, и, возможно, они услышат что-то полезное в этом подкасте еще плюс. Ну и для меня это, конечно, очень мощный вызов вот так приехать, побеседовать. Вызов, наверное, даже не столько в том, что мы записываем подкаст, потому что я как-то не вижу... Это не то же самое для меня, что выступать перед публикой там. В общем, я не думаю о том, что это кто-то будет слушать. Ну, в том плане я понимаю, что это кто-то будет слушать, но я как-то об этом не переживаю. Главный стресс от самого процесса общения, я думаю. Ну, мы как раз... Главный вызов. Да, сейчас попробуем и посмотреть, что там для тебя такого стрессового в этом процессе. Ну вот расскажи, ты говоришь, перспектива общения с людьми вызывает тревогу. В каких ситуациях это обычно проявляется? Опиши вот свой жизненный опыт. Что с тобой такого происходит в таких ситуациях? В каких ситуациях конкретно? Что вот ты ощущаешь эту тревогу? Да, вообще начну с того, что я уже много лет работаю из дома. Ну, вообще всегда работала из дома только. А последние лет, наверное, пять моя работа вообще не предполагает какого-то живого взаимодействия с людьми. То есть мы переписываемся в чатах, все рабочие вопросы решаем. Но взаимодействие все-таки с людьми предполагает, правильно? Ну, в чатах, да. Неживого? Да, да, да. То есть неживого, да. В переписках. В каких ситуациях проявляется моя тревожность? Если нужно ехать... Я просто начну перечислять, хотя проще сказать, наверное, в каких она не проявляется. Но если нужно ехать в офис, допустим. Самые яркие последние. Да. Если нужно оказаться... Ну, это, наверное, всем дискомфортно оказаться в незнакомой... Нет, в компании, где много незнакомых людей. В абсолютно незнакомой, конечно. Я даже не могу представить, как это оказаться. Если нужно... Ну, до мелких бытовых ситуаций, когда нужно ехать в такси, когда нужно спросить что-то у кого-то. Я никогда, например, не спрошу дорогу или какие-то моменты, да. Как говорят, язык до Киева доведет. Мой язык никуда меня не доведет, потому что мой мозг ему не позволит. Ну, то есть я могу хоть сколько блуждать и бесконечно смотреть в навигатор, но никогда не подойду, не спрошу. Ну, до мелочей спросить, там, не знаю, цену в магазине. Если я вижу, как ко мне приближается консультант, я уже заранее в ужасе. Причем я замечаю, что даже если это мне вредит, ну, да, допустим, ну, в том плане, не решает каких-то моих проблем, каких-то интересов, даже если консультант придет и будет говорить то, что мне реально полезно, я скажу, нет, нет, мне не нужно, спасибо, и уйду, например, даже не купив чего-то, что мне было необходимо. Вот у тебя есть такая ситуация, например, да, когда ты консультанта отвергаешь от себя и даже не приобретаешь то, что тебе было необходимо приобрести. Ну, вот расскажи, пожалуйста, вот в этих ситуациях, которые ты описала, вот ты едешь в офис, оказываешься в компании незнакомых людей, как ты описывала, такси или спросить у кого-то что-то, дорогу, например, что ты в этот момент ощущаешь? Какие твои чувства, расскажи нам о них, эмоции? Ну, вот, да, у меня начинается тревожность, например, причем, если речь идет о том, чтобы куда-то ехать, там, на вечеринку, не знаю, в офис по работе, вот сюда, например, да, изначально мне это кажется хорошей идеей, то есть я, это может быть событие, которому я рада, которого я жду, там, допустим, вечеринка, да, предположим, корпоратив на работе, и я вроде бы рада и думаю, блин, вот клево, увижусь с людьми, пообщаюсь, но в момент, когда я начинаю уже выезжать из дома бывает, или еду в такси, то есть уже вот непосредственно, когда мой мозг понимает, что это реально случится со мной, вот, мне становится нервозно как-то, тревожно, появляется какая-то раздражительность иногда, иногда, ну, просто какая-то, не знаю, грусть, какое-то негативное такое немножко ощущение, просто иногда это в активную какую-то вот злость, раздражение возникает, бывает по мелочам, вот если я, например, опаздываю, начинаю злиться, что я опаздываю, или я начинаю думать, злиться на себя, что я вообще согласилась, ну, куда-то приехать, и думаю о том, что это была ошибка, и, блин, все будет плохо, и зачем тебе это нужно, и будет там неприятно, будет дискомфортно, а тебе придется, там, не знаю, делать вид, что тебе комфортно, нужно общаться с кем-то, Что это за злость? Это злость на себя, что ли? Или как? Или на обстоятельства, на других людей, на ситуацию, на что? На что злишься-то? Ну, если, как сказать, иногда она развивается из каких-то мелочей, вот я опаздываю и начинаю злиться, на токсиста на себя, на пробку, например, да, если иногда я сначала отлавливаю, что я вот какое-то раздражение, я такая, так, стоп, а что вообще не так? Ты собиралась, ты хотела, ты столько, как бы, вроде бы готовилась, это не то, что тебя выдернули внезапно, да, куда-то, типа, что ты злишься, что не так-то, и я дальше начинаю себя уговаривать, что, ну, как бы, это все в порядке, там будет клево, то есть этот момент, он, когда я прихожу уже, когда начинается общение, ну, на вечеринках проще, потому что там можно выпить алкоголь, и, в принципе, тогда... Язык развязывается. Ну, да, да. Ну, да, мы снимаем, дискомфорт пропадает, да, защитные барьеры снимаем. Но, к сожалению или к счастью, нельзя выпивать каждый раз перед тем, как выходишь из дома, точнее, можно, но это не то, чего бы я хотела от жизни. Вот. Поэтому... А в целом, да, алкоголь прекрасно эту проблему решает. Даже если я, может быть, не стану суперобщительной, может быть, стану, я вообще не буду чувствовать никакого дискомфорта, я могу запросто заговорить с людьми. Юлия, вот скажи, вот ты описываешь тревожность и раздражение. Что у тебя вот... Тревожность — это около страха какого-то состояния? Вот такая нервозность, как будто вот что-то не так, как будто вот какая-то, ну... Как будто я что-то вот, ошибку какую-то завершаю, что я сейчас вот... Что я потом об этом пожалею, вот так. Вот такое ощущение. А раздражение, оно вот со злостью уже потом идет, да? Ну да, иногда я раздражаюсь уже в процессе от того, что я начинаю вот нервничать, опять бояться, я думаю, да блин, да ты же знаешь, да все. Ну, в общем, раздражает само вот это вот ощущение стеснения, неловкости. Точнее, даже не само это ощущение еще в процессе поездки, я еще не чувствую неловкости, а мысль о том, что вот я приеду, это же будет неловко, это же нужно разговаривать о чем-то, поддерживать какие-то беседы светские. Вот. А вот давай мы сейчас как раз поговорим... Мы поговорили с тобой о ситуациях, в которых проявляется, да? Обычно такое состояние. Поговорили конкретно о состоянии, что вот у тебя есть некоторая тревожность, за которой стоит более массивно это страх. Страх там, вот, как ты говоришь, что сделала что-то не так, ошибку совершила. Что я потом пожалею, да. Да, что пожалеешь потом. И еще одна часть этой ситуации, то есть эмоциональная часть, это вот это раздражение, за которым стоит вот эта большая злость, злость на себя, на ситуацию людей и так далее. Вот мы сейчас определили две вот этих точки. В каких ситуациях, какие эмоции у тебя возникают. А теперь мы определяем третью точку, это какие мысли у тебя крутятся в твоей голове в этот момент. И вот ты о них и начала говорить. То есть мысль, что будет неловко. Вот попробуй мне, пожалуйста, описать. Вот в этих ситуациях, о чем ты думаешь? Мы можем... Какие вот... Давай возьмем самые какие-то яркие твои ситуации. Это вот какие, вот в которых проявляется... Вот одна ситуация, в которой проявляется вот это раздражение и злость, и одна ситуация, в которой проявляется вот эта вот тревога и страх. Что это за ситуации? Так, ну все эти чувства я испытываю как бы еще до, того, когда ты... Контакта с людьми. Да, да. А в момент контакта я, ну первое время, первые там, не знаю, зависит от ситуации, там минуты, либо более продолжительное время. Ну не знаю, мне кажется, я в такой панике, что у меня вообще никаких эмоций в этот момент нет. У меня как будто, не знаю, парализует. Это про какую ситуацию ты говоришь? Ну вот допустим, я еду в такси, да, и таксист начинает, вот мы с подругами смеемся, что я в такси как партизан на допросе, потому что таксистов часто вообще не интересует, хочешь ты с ними общаться или нет. Важно, что они хотят пообщаться, и они будут навязывать свое общение независимо от того, посылаешь ли ты им сигналы о том, что ты довольна этим общением или нет. Вот, и я вот, ну, разговорить меня невозможно, конечно. То есть до откровенной грубости я не дохожу, ну, молчания, да. Я просто угу, там, угу. Он пытается какие-то фразы вскользь бросить, там, а вот на улице-то, там, весна. Я молчу. Ну, то есть если, конечно, он что-то скажет уже, он переходит как бы, усложняет ход и начинает задавать вопросы, на которые нужно уже ответить. Не риторически. Я там, что-то угу, ага. Еду дальше. И вот мечтаю просто, чтобы это закончилось. Хорошо, если ты это как-то радикально прекратишь, то что тогда? Отчасти меня еще немножко как бы расстраивает, может быть, злит, что я недостаточно взрослая, чтобы сказать ему, да, я не хочу общаться, давайте мы молча проедем этот путь. Вот. Я такая, как бы я, мне и не нравится общаться, я не хочу, да, вот с ним, например. Ну, и сказать об этом мне еще, наверное, дискомфортнее, чем... Если ты это скажешь, что ты тогда, какой себя будешь воспринимать, или ты тогда какая, если ты вот так вот себя поведешь, как ты не желаешь себя вести? Я даже, наверное, больше думаю о том, ну, если бы я заранее стопроцентно знала, что он скажет, да, окей, например, ну, я бы сказала, давайте помолчим, и он скажет, да, окей, и я бы это смогла, может быть, сделать над собой усилие и пережить. А если он начнет спрашивать, так а что ж вы... Ну, люди разные бывают, что ж вы такая вот несговорчивая, что ж вы... И снова придется разговаривать еще и на более неприятную тему. Ну, конечно, да, я знаю, что я не люблю быть грубой, хамить как-то. И даже в ситуации, когда я не поддерживаю беседу достаточно активно, хоть я не грублю и не хамлю, я чувствую себя, ну, во-первых, по-идиотски, во-вторых, ну, понятно, что, как сказать, это не социально одобряемое поведение, я чувствую себя букой. И думаю, вот некоторые люди, они же могут поехать, в том числе и в моем окружении, они же могут так прекрасно беседовать с таксистами, парикмахерами, продавцами, и они все такие милые и классные. Вот. А у меня не получается, при том, что я вроде бы не сомневаюсь в том, что я милая и классная, и в общении с друзьями у меня проблем нет. Вот. Но в этот момент как-то... Хорошо. Быть неудобной. Да, быть неудобной, не любишь быть грубой и хамить. Человек, который грубый и хамит, он какой? Вот ты встречаешь такого человека, он грубит, хамит. Какой это человек? Как ты к нему относишься? Ох, сейчас будет молчание. Да ничего. Ну, я даже не знаю. А с чем ты решила связать вот это молчание? Почему ты решила? Ну, я вот пытаюсь подумать в голове, и вот мне как-то сложно ответ на этот вопрос найти. Да, я знаю, что я вот отлавливаю в себе вот это как бы желание быть, ну, не быть неудобной. Желание быть удобной. Быть удобной, да. Почему-то мне это не понравилось. Почему-то не хочется это говорить, да? Да, сначала я в голове принесла быть удобной, потом такая, типа, ну нет, как-то звучит. А как звучит? Быть удобной, это как звучит? Ну, это звучит... Ну, это слабость, конечно, это звучит так, как будто бы у меня нет своего... Как будто недостаточно уверена, да, в себе, что нужно еще и подтверждение от окружающих. Ну, ты ведь себя так и ведешь, получается. Ты ведь стараешься быть удобной. Там, тактист тебя грузит своими историями. Ну, или не грузит, а просто рассказывает, а ты стараешься быть удобной. Да, да, да. Ну, вот. Это же и как раз есть твое поведение, но ты почему-то решила, что озвучить его именно таким образом для тебя же самой же это некомфортно. Это просто пока что такая точечка на подумать. Смотри, вот в ситуациях других, например, ты оказываешься в компании незнакомых людей. Там какие у тебя мысли проносятся? Так, ну, я могу представить ситуацию, в которой пара знакомых человек есть. Ну, если, допустим, говорить о... Ну, допустим, в офисе, да, или нужно приехать в офис или там на корпоратив. Там одновременно противоположные мысли. С одной стороны, о чем я буду общаться, вот у меня подойдут, спросят, как дела. У меня вообще... В этот момент в голове просто перекати поле почему-то. Ну, вот, подошли к тебе, спросили, как дела. Я вот думаю о том, что, а если же кто-нибудь подойдет, со мной же заговорят, а со мной же будут знакомиться, что-то же нужно отвечать. И я буду выглядеть, если про эмоции, да, глупо. А почему ты будешь выглядеть глупо? Ну, как раз я буду выглядеть глупо, да, и как человек, которому может быть нечего... Как неинтересный человек, наверное. Неинтересный. При этом, блин, я знаю, что я, конечно... Ну, глупо вот в том плане, как раз иногда я чувствую какой-то вот паралич общения, вот когда к тебе подходят, и что-то как дела, и говорят какую-то, ну, светскую какую-то беседу ведут непонятную. Вот. Я всегда не знаю, как эти разговоры поддерживать. Точнее, не всегда, может быть, но в последнее время... А почему? Потому что что? Почему не знаешь, как поддерживать эти разговоры? Не знаю. Ну, то есть я, не знаю, мне кажется, такими тупыми эти разговоры про погоду, про природу, про... не знаю. Вот я не понимаю даже для чего, да, например, вот таксисты, там, парикмахер, когда начинают общаться. Мне бы хотелось в идеальном мире, да, чтобы я доехала, куда мне надо, вообще такую кнопочку щелкнуть. Наверное, какой-то суперкомфорт есть, а может быть, и нет такого тарифа в такси, где вот это въезжает стекло между тобой и водителем, и ты едешь одна. Или чтобы, ну, например, когда парикмахер начинает всякие там тоже беседы за жизнь, за детей, за то, за сё. Во-первых, неловко бывает и за себя, ну, вот это ощущение. Бывает неловко за людей, которые несут какую-то фигню, и ты вот на эту фигню как-то должна реагировать. Ну, опять же, реагировать на всякие тупые идеологии, типа там, когда вы заведёте детишек, это же так классно, обожаю. Реагировать тебе нужно социально удобным способом, да, а так реагировать, как ты бы хотела бы это внутри, да, тебя, например, это злит, тебе это не нравится, ты не можешь, я так понял, то есть ты не можешь выразить недовольства тем, что происходит и так далее. Как-то спорить и не соглашаться вот в ситуации, если речь идёт о беседе какой-то там с таксистом, ну, с каким-то вот неважным человеком. Я вообще не вижу смысла, ну, даже если он говорит о чём-то, с чем я не согласна, я не только как бы не хочу ему об этом сообщать, я не вижу в этом смысла, я вообще не вижу смысла в спорах, в демонстрировании своих точек зрения, вот в таких ситуациях. А почему ты решила заговорить о спорах? Ну, если в ситуации, вот, как я сказала, допустим, парикмахер там начинает там заливать какие-то свои темы про детей, про то, про всё, и я вот вместо того, чтобы сказать, знаете, меня вот это вообще-то как бы не интересует, я их вот как бы заводить, например, не планирую, либо планирую, но не сейчас, и вот это ты могла бы сказать, да? Ну, могла бы, да? Ну, я думаю, ну вот, это скажу, она же, она нет, а зачем, она начнёт меня убеждать. Что ты скажешь, что ты не планируешь, допустим, или ты планируешь, что потом? Ну, я вот не разделяю вашу точку зрения, и всё такое. Она начнёт спорить. Да, а я не хочу, потому что я не вижу в этом смысла. Тогда ты не спорь, это же она спорит, а не ты. А ну, ты, видимо, желаешь всё-таки потом вовлечься в этот спор. Я как бы и не поддакиваю, я вот просто сижу и выслушиваю, что она говорит, и жду, когда монолог иссякнет сам собой. Да, это то, что происходит, но мы выясняем потенциальное развитие событий, если вдруг ты говоришь, что вот у меня позиция такая, и всё, как бы, ребята, не трогайте меня, ты ждёшь в ответ, что человек начинает спорить, и ты дальше рассматриваешь, как развитие событий, что тебе тоже нужно будет спорить, а спорить я не хочу, и так далее, и так далее. Да? Ну, да. Вот. И ключевой момент, почему тебе нужно будет спорить. Либо мне придётся там сказать, вот, знаете, я не хочу спорить, там, давайте каждый останется при своём. Это вроде бы нормально так сказать, но это же, опять же, как-то вот социально неудобно. Будешь плохой, да? Да, да, и опять же, она, скажем, думает вот так вот, да, и как бы... Как о тебе подумают. Хорошо. Ситуация. Нужно спросить у кого-то что-то, дорогу или цену в магазине. Вот то, что ты описывала вот с этими. Что там? Какие мысли в твоей голове в этот момент? Вот нужно спросить дорогу, почему решаешь не спросить, то есть о чём ты думаешь в этот момент, что решаешь не спрашивать? Вот рационального вот в этом вообще очень мало, то есть я вот просто такая, блин, нет, я не хочу, да, не буду, да я лучше вот там как-нибудь... А если спросишь, если спросишь... А если я не пойму, что мне объясняют? Что тебе ответят? То есть ты спросишь, не знаю, у кого китайца, но вдруг ты знаешь китайский, не знаю. В общем, это доходит до комичного, но мысли в голове самые идиотские, это правда. Какие? Типа вот, а я не пойму, что мне объясняют, а он ещё что-то другое наговорит. Ну, то есть реально, вот просто я сама понимаю, типа, блин, какой абсурд. Какой она говорит? Ну, типа, начнёт грузить там ещё какими-то другими вещами. А если он вообще меня пошлёт, а если он псих, у него в кармане нож, он меня сейчас зарежет. Ну, вот абсолютно любые варианты событий. Негативные. То есть любая коммуникация прогнозируется как негативная. Там что-то будет плохое в итоге. Тебе неудобное. Конечно, я подразумеваю... Ну, как сказать, могу представить, что всё будет хорошо, и мне просто покажут дорогу, но откуда же я знаю наверняка, блин? Ну, с тобой, конечно, такого не случится. Если у тебя будет только эпик. Я просто, если я не буду в этот контакт вступать, то точно не будет этих эмоций негативных. Это стопроцентно. Да, действительно, точно. Расскажи-ка мне, пожалуйста, когда ты не вступаешь в такие ситуации, что ты ощущаешь? Не тревожность ли и страх? Не раздражение ли и злость? Ну, тут я, наверное, их сама в себе как бы в этих эмоциях поварюсь. Конечно. И мне придётся их ещё разделять с другим человеком. Хорошо. А если с тобой случается ситуация, ты в чьих эмоциях варишься? Ну, как сказать... Ну, вот ты в ситуации с другим человеком. Ты испытываешь негативные эмоции. Это чьи эмоции? Ну, мои, конечно. Конечно, мои. Вот значит, снова варишься в своих эмоциях. Ты говоришь, я не хочу вступать в контакт с этим человеком, потому что там потом придётся в негативных эмоциях вариться вдруг. Но в то же самое время причина нашего разговора сегодня это такие игры нашего ума. Это как раз-таки то, что у тебя возникают негативные эмоции по отношению к тому, как ты выбираешь вступать или не вступать в этот контакт. Правильно? Ведь согласна с этим? Мы с этим работаем. Да, да. С негативными эмоциями, которые возникают. Правильно? Значит, они возникают. Ну, да. Ну, вот это раздражение, вот эта злость, вот эта тревожность. Да, возникает же вот этот страх. Да, но они возникают в случае, только если необходимо вступить в этот контакт. Ну, то есть, если вот условно... Хорошо. Вот можно я тебя остановлю? Это важно увидеть. Вот послушай себя. Ты говоришь, они возникают только в случае, если нужно будет вступить в этот контакт. А с другой стороны, то, что ты мне рассказывала буквально несколько минут назад, несколько секунд, что если ты вступаешь в этот контакт и ты выбираешь не вступать в этот контакт потому что если ты вдруг вступишь в этот контакт у тебя снова будут негативные эмоции потому что ты прогнозируешь там негативное будущее и чтобы избежать ты говоришь чтобы избежать этих негативных эмоций я не вступаю в этот контакт а не вступая в этот контакт перед этим у тебя снова пул негативных эмоций. У тебя, видишь, и там, и там они получаются. То есть ты вроде как бы выбираешь не испытывать негативные эмоции, но все равно их испытываешь. Ведь так? Ну вот, не знаю, у меня такое ощущение, что, допустим, когда я отказываюсь спросить дорогу, там, неважно, от чего-то вот отказываюсь, я, конечно, так я думаю, блин, Юль, ну, серьезно, 30 лет скоро, и ты вот так себя ведешь. Но эти эмоции, они как-то... Ну, я над этим иногда смеюсь, иногда немножко меня это разозлит, но они как будто бы не такие сильные, как страх, наверное, что ли, перед возможно... То есть как будто бы эмоции, которые я могу получить в случае неблагополучного контакта, они как будто страшнее, сильнее, негативнее, чем... Их интенсивность, да, сильнее для себя. Да, то, что я чувствую, ну, допустим, ну, не спросила я дорогу. Да, мне бывает часто не столько даже морально, это тоже, но мне даже физически это бывает неудобно, но я такая, ну, окей, я как-то потерплю, я это переживу, я тут поблужу еще чуть-чуть и как-нибудь куда-нибудь выйду. Вот, хотя, казалось бы, дело одной минуты, да, спросить и уточнить. Вот получается, ты прогнозируешь в своей голове исход событий от контактов с людьми более негативные и страшные, нежели чем последствия. И непредсказуемо, может быть. Нежели чем последствия, которые с тобой происходят в виде вот этой твоей тревожности. Но тут очень интересно, что ты ведь не знаешь, как это было бы на самом деле. И в итоге ты думаешь, что в твоем будущем вот этот страх или там тревожность, они очень огромные. Хотя это будущее, оно не определено, правильно? Да, да. Оно не определено. И тебе кажется, что там очень много страха. И поэтому я выберу определенный, конкретный страх и тревожность в своей жизни, вот это вот переживание по поводу себя относительно всех этих ситуаций. Ну, в той тревожности, в которой ты находишься, в которой ты, с которой мы сейчас работаем, про которую ты мне рассказываешь, что ты выбираешь меньшее, так сказать, зло. Ну, да, да. Я об этом. Меньше дискомфорта. Да, выбираешь меньше дискомфорт. Выбираешь меньше дискомфорт реальный, который есть в жизни твоей, правильно? Относительно большего дискомфорта, который воображаемый. Ну, да, получается так. Относительно будущего. Ну, он такой страшный. Ну, конечно. А кто его себе таким нарисовал? Потому что я его, ну, как сказать, я еще думала, может быть, дело в том, что я же не могу предсказать поведение других людей, и меня это вот, ну, как-то пугает и расстраивает, и поэтому что вообще с ними связываться? Лучше я посижу. Хочешь научиться предсказывать поведение людей? Да. Надо изучать психологию. Угу. Угу. Вот я пойду, стану психологом. В частности, профайлинг занимается прогнозированием поведения людей в различных заданных ситуациях. И получается прогнозировать? Нужен определенный контекст, условия, конечно, да. Угу. Но это такое, знаешь, отступление. И тут я думаю, так, может быть, мне не пытаться преодолеть? Так, я сейчас пойду отучусь на психу. Я не пойду контактирую с людьми, а пойду отучусь как-нибудь там что-то выясню, смогу прогнозировать их поведение, и потом начну вступать с ними в контакт. К сожалению, не сможешь ты с ними вступать в контакт, потому что вот это твое воображение относительно будущего, которое ты себе рисуешь и подкрепляешь различными моментами, оно тебя все-таки будет больше забирать, нежели чем твое рациональное поведение. То есть в этом случае твое эмоциональное поведение, которое разгоняет вот этот страх, да, или там тревогу, оно как бы сильнее перекрывает. Ну и как тебе вообще эта ситуация со стороны выглядит? Какая ситуация? Ну вообще вот твое поведение в подобных ситуациях. Вот мы сейчас увидели, что... Ну, я понимаю, что, ну, как сказать, это, конечно, детский сад, потому что если я скажу еще, до каких это доходит вещей, я не открываю, я не беру трубку с незнакомых номеров, как многие делают, и не открываю, не поднимаю трубку домофона. Если я не знаю, что ко мне идет курьер и муж, у меня есть муж, это очень удобно, если я еду с ним в такси, то он разговаривает с таксистом. Я тоже так делаю, тоже не поднимаю трубку. Да, да, нет, я про то, что он даже злится, говорит, а если я потерял телефон, у меня села батарея, я не могу попасть домой, ты никогда не поднимешь ни трубку, ни домофон. Я такая, слушай, ну... Твои проблемы? Я не могу, да, ради какой-то гипотетически возможной ситуации, которая с тобой может никогда не произойти или раз в жизни, каждый день себя такому дискомфорту подвергать. Такая есть, так сказать, философия, ну, кому надо, тот попытается несколько раз. Это есть такой психотип людей, которым, если человеку что-то от меня нужно, то он проявит свой интерес несколько раз, поэтому если ты хочешь до меня дозвониться... Попасть в квартиру? Да, или попасть в квартиру, то ты точно предпринимаешь несколько таких вариантов, на которые я точно отвечу, да? Ну, то есть, да, либо я, например, вот не вызываю уже очень давно сантехника, у меня там капает под раковиной, потому что жду, что муж все-таки окажется дома и сам с ним пообщается. Ну, типа, ему надо объяснить, там, провести, еще и домой пустить, это, конечно, ну, супер неприятно. И плюс еще с ним же надо, ну, поговорить, что-то ему объяснить, ответить. И вот, ну, вот такие, конечно, я понимаю, что это уже абсурдные какие-то мелочи, и, конечно, в таких ситуациях я выгляжу для себя по-детски, по-идиотски, и, ну, мне это не нравится, конечно. Ну, я хоть сколько могу над этими ситуациями смеяться, но для меня такой человек со стороны, конечно, выглядит не зрелым, не взрослым. А вот правильно я понял, что в таких ситуациях, когда тебе нужно контактировать, вроде как нужно контактировать, ты этого не делаешь, потому что боишься, там, обидеть, не хочешь попадать в неловкие ситуации и так далее, и так далее, и так далее. Или что меня обидят. Или что тебя обидят. А почему именно вот такой вариант развития событий у тебя чаще всего в твоей голове прогнозируется? Ну... На это ответят психологи, конечно. Да, сложно. Ну, не знаю, наверное, негативные сценарии, они как-то охотнее в голове возникают. А почему ты так хочешь, чтобы с тобой это произошло? Если с тобой это произойдет, вот эти негативные сценарии... Я очень сильно хочу, чтобы оно не произошло, поэтому я этого всячески избегаю. Если вот этот негативный сценарий с тобой происходит, что тогда? Все негативные сценарии, которые ты описала? Ну да, я себе объясняла, что, блин, ну мир не рухнет, если там, ну, неприятно ты как-то проведешь время, если какой-то человек тебя там обидит, если там вечеринка кажется стрёмной, или там ты что-то на ней сделаешь глупо. Я вроде понимаю, конечно, что мир не разрушится. И тогда что? От этого. Ну вот негативные сценарии. Я, конечно, это переживу. Но зачем это переживать постоянно, когда можно с этим вообще не сталкиваться и не переживать? Подожди, ну ты ведь переживаешь и сталкиваешься как раз-таки с этими же состояниями, с тревожностью, со злостью, с раздражительностью. Но ведь так. Да? Да. Ну? Ну, как сказать, вот когда я сижу дома, да, и я не сижу и не думаю о том, что вот, мне надо общаться, а я вот не общаюсь, вот, блин, как плохо, какая ты плохая. А в ситуациях, когда это вот, ну, вроде как нужно, вроде как приходится, тогда да, и на себя негатив тоже направлен в том плане, что почему ты, там, не знаю, сомневаешься, 10 раз раздумаешься, и вообще, когда тебе каждый раз страшно выходить из дома, это, ну, неприятно, конечно. А вот тут вот очень интересно, вот эти ситуации, в которых, как ты говоришь, приходится. Приходится почему? Потому что... Потому что таксисты не спрашивают. А, отчасти, потому что, если сразу это перепрыгнуть, потому что я не хочу говорить напрямую, ну, то, что я хочу, то, чего я не хочу. Да, отчасти, потому что мне проще почему-то перетерпеть эту неприятную ситуацию, чем из неё выйти или её как-то прекратить. Это всё какие-то обходные пути, да? Вот ты говоришь, приходится общаться. В каких ситуациях именно приходится общаться? В тех ситуациях, когда тебе нужно показать своё красивое социальное лицо перед людьми, что ты молодец? Вот в таких ситуациях тебе приходится это делать. В каких ещё? Почему приходится? Когда это, например, твоя работа? Когда это моя работа, либо когда мне это необходимо в том плане, что, конечно, я, если я хочу кофе, я могу ещё пока, слава богу, пойти купить себе кофе. Хотя это тоже, ну, социальный контакт, да, казалось бы. Так, и вот такой контакт как проходит, если вот тебе нужно пойти купить кофе себе? Пришлось тебе купить кофе. Да, вот когда достаточно сильно, как бы, да, мотивация, когда я вот понимаю, что это необходимо, например, вот я хочу кофе, и это, ну, безумно глупо вот дойти уже до такого состояния, чтобы вот отказаться от кофе. Тогда мне проще. Я, причём я в такие моменты, у меня такое ощущение возникает, как будто я вот с обрыва вот когда прыгаешь, там же самое главное, ну, просто вот я роп-джампингом пробовала пару раз заниматься, когда на резинке прыгаешь с высоты от куда-то. Там же самое главное, вот когда ты стоишь ещё готовишься, не стоять и не думать, блин, как высоко, как стрёмно, как то, как всё. Ты вот так вот просто усилием воли все мысли так из головы выгоняешь и просто прыгаешь. И вот примерно так же я себя чувствую, когда, ну, вот я понимаю, что нужно, да, условно купить кофе, хотя бывают и пострашнее ситуации, да, бывает, нужно что-то позвонить в управляющую компанию и что-то выяснить. Вот, ну, неважно, в какой ситуации. Я вот просто вот выдыхаю и вот как в омут с головой бросаюсь просто с обрыва. А что перед тем, как ты выдыхаешь, что тебе помогает выдохнуть, какие мысли, о чём ты думаешь, что в этот... Что мне нужно это сделать, что я хочу, например, кофе или что мне необходимо там по работе, что... Ну, вот это самая мотивация. Ну, что для тебя это прям жизненно необходимо, типа сейчас? Ну, якобы жизненно необходимо, не то, что прям жизненно-биологически, но вообще, ну, необходимо для меня это приоритет, да? Да, да, да. То есть вот это сделать для меня приоритетно, для меня это важно, и ты идёшь, и ты делаешь, да? У тебя там нету вот этой тревожности? Ну, она, как сказать, вот, конечно, она начинается, и я в ответ как бы понимаю, допустим, да, что... А вот эта тревожность у тебя, например, начинается, если за кофе пойдёшь, а там в чём она, например, гипотетически может быть проявлена? Ну, я даже не знаю, вот рационально рационализировать вот это вот в таких мелочах, когда она проявляется, сложно. Просто со временем как-то любой уже контакт, вплоть до вызова сантехника и поднятия трубки, он стал дискомфортным. Это как-то, мне кажется, постепенно... Ну, вот давай, опиши мне вот этот дискомфорт. То есть я никак не прогнозирую, ну, я не думаю, что может случиться, вот я пойду там попрошу кофе, куплю кофе. Он же становится дискомфортным, потому что ты как-то его себе прогнозируешь. Сложно подойти и заговорить, да, с незнакомым человеком. Сложно заговорить с незнакомым человеком. Да. Во-первых, в чём сложность, а во-вторых, как дальше эта ситуация может развиться для тебя? Вот тебе сложно заговорить, подойти с незнакомым человеком. Да вот не знаю, в чём сложность. Хорошо, тогда как, какое развитие событий ты ожидаешь от того, что ты заговоришь с этим человеком? Ну, вот если про негативные говорить, это опять вот какие-то вот... Вряд ли мы сегодня будем говорить про позитивные. Просто я не знаю, когда вот сейчас я это опять скажу, у меня нет вот, когда я иду за кофе, мысли в голове, что вот сейчас он мне так ответит. Нет, я вообще об этом не думаю. У меня просто есть вот какой-то типа... Что? Что? Ну, вот не хочется. Ну, что не хочется? Типа, даже так, какое-то ощущение, что вот мне приходится это делать. Ну, что? Что? Что не хочется? Разговаривать. Приходится разговаривать. Да, с незнакомым человеком. Опять же, а вдруг он что-то мне вот не то ответит, не скажет глупость. А я не расслышу, а постисляюсь переспросить, а дальше мир, не знаю, там развалится. Ну, в общем, даже если это негативное последствие, это просто какая-то мелкая неловкость, скажем так, да, от которой, я понимаю, конечно, никто не умирает там. Ну, глупо, он пошутил там, неважно. Вот, даже если это последствие такое, ну, мне неприятно о нём думать. Юля, а вот раньше же у тебя такого не было, да, ты говоришь? Ну, вот мне кажется, что нет. Ну, ты не ожидала от людей какой-то конкретной коммуникации. То есть сейчас как происходит? Ты в своей голове представляешь, что если ты будешь коммуницировать, это очень быстро происходит в твоей голове, очень быстро, за миллисекунды, что если заведу с ним контакт, то, вероятнее всего, развитие событий будет вот такое вот. Такое вот негативное, там он что-то на меня будет спрашивать. То есть ты прогнозируешь, как человек с тобой будет общаться, разговаривать и так далее, и так далее. А раньше ты так не прогнозировала? Ну, мне кажется, что нет. Мне вот сложно как-то вспомнить, наверное, потому что это постепенно как-то происходило, вот по мере сидения дома. Я как-то стала замечать со временем, что навык общения, он как умение кататься на велосипеде. То есть проблема же не только в страхах перед другими людьми, ну, в том, что они мне что-то сделают, а ещё и в том, что я... Что же я буду им говорить? А что ж надо сказать? А как вообще там общаются-то люди? А что вообще, о чём сейчас разговаривают? А у меня спросят, а я не знаю, что ответить. Я ничем не занимаюсь, ничего не смотрю, нигде не тусуюсь, ничем не интересуюсь. Типа сразу какой-то в голове. Вот. И раньше, конечно, ну, мне кажется, что... Ну, не помню я, чтобы я так переживала из-за общения с людьми, учитывая, что общение было... Я перед публикой спокойно выступала, ну, и общалась вообще, жила в общежитии пять лет, где вообще невозможно остаться одной. И... Ну, я вообще люблю поговорить, я общительная. Только если... С близкими людьми. Вот те, кто добираются, да, вот сквозь эту всю шелуху моей, не знаю, там, неуверенности и всего-всего, они в курсе, что я вообще классная, общительная. Интересная, да? Угу. Интересная. Ну, а перед этим просто... Вот как раз я это себе пометил. У тебя есть восприятие, что ты неинтересная для других, например, людей? Ну, нет, не то, что я неинтересная, а так как я не знаю, что им сказать, они подумают, что я неинтересная, наверное, да? Либо я тупая, либо я, не знаю, вообще какая-то больная. Ну, покажешься неинтересной. Покажусь, да, покажусь, потому что я-то знаю, конечно же, что я интересная. И это что? И это тоже плохо, потому что тогда нет социального контакта хорошего. Ну, тогда тоже социально как-то не очень. Нужно быть интересным. Она одобряемая и классная. Да. Ну, тем более, может, если бы я считала себя неинтересной, может, я бы такая, ну, типа, не знаю, может, я бы просто боялась, что они об этом узнают. В общем, не знаю, ладно, это бред был сейчас. Не знаю. Ну, мне интересно стало со временем. Я еще заметила, что чем дольше я сижу дома, вот вообще безвылазно, допустим, две недели я не выходила из дома, допустим, да? Очень частая ситуация в моей жизни. Вот. Тем сложнее, тем больше вот это вот, вот эти негативные чувства, страх. То есть, вот, допустим, я две недели не выходила, а тут мне нужно поехать, даже поехать к подругам, допустим, да? Вот что интересно, недавно я стала замечать, что даже когда я еду в ситуацию с заведомо желаемым, вот есть у меня две близких подруги, да? Вот я еду к ним. Я точно знаю, что там больше никого не будет. Я точно знаю, о чем с ними поговорить. И вообще, что никогда плохо мы с ними время не проводили. Вот. Но все равно, когда вот долго мы с ними не видимся, да? И я при этом долго ни с кем не общаюсь, не ухожу из дома. Ну, не общаюсь именно вербально, потому что, да, я, конечно, могу переписываться там с кем-то, с подругами, не знаю. Вот. Сложнее как-то вот. Вот сам выход, вот сам путь, это вот этот, вот на него и решиться, не знаю, это прыжок какой-то, что ли. Вот именно в этот момент тяжело. Потом уже как-то, когда уже тебя вот общение, как бы ты себя бросила условно, дальше уже как-то оно все само развивается, и уже вроде как-то нормально. И как? Нормально развивается? Позитивно? Ну, в случае с подругами, конечно, да. Я себе говорю вот. А в случае с незнакомыми людьми? Если ты себя бросаешь, то да. Ну, если говорить, например, там о каких-нибудь приятных занятиях, там, вечеринках, чем-то еще, то, в принципе, да. Не было никогда такого случая, что я пришла, и все как в фильмах, в комедиях плохих, там, на тебя тыкают пальцем, тебя обсмеяли, да, 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 закидали помидорами. Ну, нет, не случалось такого ни разу. В обычных таких мелких ситуациях, ну, конечно, бывает, кто-то скажет, ну, там, в плане, опять, таксистов, парикмахеров, продавцов, конечно, кто-то скажет глупость, там, тупость, либо ты что-то не то скажешь, тебе это не понравится. Ну, типа, понятно, что я не в восторге от каждого человека, с кем я общаюсь и контактирую, вот. Тоже большой драмы в этом, конечно, нет. Я не должна быть от них в восторге. Но к вопросу про то, что, ну, в таком общении, конечно, бывают какие-то, не знаю, кто-то может разозлить там. А вот смотри, ты говоришь, я не должна быть от них в восторге. Почему ты так думаешь? То есть, чем подкреплено у тебя вот такое твое убеждение, восприятие? Ну, от... Как ты видишь людей? От людей, с которыми я контактирую по каким-то вот мелким бытовым делам. Ну, на чем построена вот эта твоя мысль? Ну, они в моей картине мира никакого как бы места важного не занимают. Поэтому, в принципе, зачем мне... Типа что, они могут быть любыми для тебя? Ну, неважно, какие они или что. Ну, да, если я увижу, что... Ну, они меня чем-то, не знаю, там расстроят, обидят, как-то себя поведут. Так, то... То... Как сказать? Ну, мне, конечно, будут неприятные эмоции. Я, конечно, этого испытаю в моменте, но никакой драмы не случится. Почему? Потому что что? Потому что плевать я на них хотела. Ну, потому что это их проблема, что они такие грубые, невоспитанные, неприятные люди. И не буду с ними больше я дружить и общаться никогда. И вызывать этого сантехника я снова не буду. Хоть зальет меня водой. Ну, то есть ты позволяешь... Да, нет, не то, что позволяешь. Ты как бы отправляешь людей, что вот пусть они вот такие есть, какие есть, и все, пусть они такие остаются. Ладно, что уж тут теперь поделать? Ну, вот такой это типа человек. Ну, если, да, речь идет о ситуации... Это не люди, с которыми я как-то дружу, то, конечно... Знаешь, в основном, в большей степени, люди всегда думают только о себе в любой коммуникации, в любом взаимодействии. Ну, вот в первую очередь наши мотивы, это не корыстные, ну, как бы отчасти корыстные, но они как бы по-доброму корыстные для нашего эго. Мы всегда думаем о себе. Ну, вот другие люди говорят глупость, и ты их воспринимаешь как, ну, ладно, ну, сказал глупость, его дело имеет право, да? А когда ты видишь себя в этой же ситуации, когда ты, например, говоришь глупость перед другими людьми, то ты начинаешь думать, что эти люди теперь, они расскажут абсолютно всем, какая я... Да, я себя тоже стараюсь. Все узнают теперь. Убеждать, что... Я вроде бы в голове это держу, ну, в плане вот в рациональном состоянии, что всем плевать. Я это, ну, как бы знаю, в принципе, в курсе была всегда, что всем плевать, и все забудут, даже если случится какой-то максимальный эпик, все забудут о нем на следующий день. Ну, это вот в рациональном состоянии. Но если это случается с тобой, то это никто не забывает никогда. Этого не забуду я. Или делает расступок, да, то все. Об этом трубят во всех СМИ сразу же. Она сказала глупость, когда покупала кофе. Одна девушка, покупая кофе, сказала такую глупость. Да, вот так это примерно. На чем базируется твой страх? Это вот мы, смотри, мы об этом. То есть он у тебя основывается вот на такого рода, так сказать, фундаментах. Вот такого вот рода, вот как мы сейчас описываем. И если мы как бы начинаем это рассматривать, как ты говоришь, рационально, да, то мы этот страх, соответственно, начинаем подуменьшать. Во-первых, ну, давай сейчас подойдем к некоторому. Будем подводить некоторые итоги относительно этой ситуации вокруг. Мы много об этом поговорили. Мне интересно, я с собой все еще периодически спорю вообще, проблема ли это. Ну, типа, ну, не общайся, да и не выходи ты из дома, может, ты нормально. Вот, еще ученые эти мерзкие все время какие-то проводят эксперименты, которые доказывают, что общаться очень полезно для когнитивных способностей. Я думаю, да блин, все-таки это нужно. Вот, насколько вообще... Я знаю, в том числе там научные есть данные, что одиночество плохо влияет на когнитивные способности и на психику. Вот, поэтому даже не знаю, зачем-то я хочу снова спросить, а точно ли это плохо, а может быть и норм, и может ли это как-то... Стоит ли вообще обращать внимание вот на то, что есть у меня такие проблемы, если вот пока они не мешают мне, ну, то есть я могу себя пересиливать, я все-таки выхожу из дома, я приехала сюда, что вообще невероятный подвиг для меня. Вот, и стоит ли вообще тогда этим заниматься, пока я еще не закрылась окончательно, скажем так. Может ли это к чему-то привести? Я отвечу на твой вопрос таким образом. Вот ты говоришь, что пока мне это не особо еще мешает. Глобально жить не мешает. Глобально жить не мешает. Но уже мешает. И вот эта степень глобальности, это уже совершенно другая история, как ты это будешь оценивать. Уже сейчас тебе дискомфортно. Это не значит, что всем такой образ поведения мешает, например. Кто-то спокойно отмалчивается в такси. Если не хочет заводить коммуникацию, не заводит коммуникацию. И чувствует себя прекрасно. То есть для кого-то такая форма поведения, она окей. То есть она эмоционально комфортна. И психологическое здоровье заключается в том, чтобы как раз-таки вот такую форму поведения переживать комфортно для себя. И ты говоришь, что пока она мне не мешает, но по факту она мешает. Сейчас уже мешает чем? Состояниями. Твоими внутренними состояниями. Постоянно тревожиться, постоянно переживать, постоянно раздражаться. Это все нагрузка на нашу нервную систему. Однозначно. Соответственно, это все влияет на твое восприятие, на твое поведение, на твои мысли, на твои действия. Это проявляется в твоих действиях. Соответственно, если бы ты чувствовала себя комфортнее, во всех этих ситуациях, у тебя бы и жизнь была бы чуть комфортнее. Соответственно, нужно ли решать эту проблему? Нужно решать эту проблему, потому что тебе уже некомфортно. Нужно решать вот этот дискомфорт своего поведения, проявления своего вот в таких ситуациях. Нужно решать. Является ли конкретно вот эта тема общения, взаимодействия, какое-то отсутствие, да, вот этой коммуникации прям очень сильно патологической в твоем случае? Нам нужно еще побольше пообщаться, потому что это вопрос психиатрии. Я хотела просто услышать нет, конечно. Сделать несколько тестирований, и чтобы, например, если вдруг действительно там есть такое органическое какое-то нарушение в работе мозга, если вот такое определяется, это уже область психиатра, работа психиатрии. Отвечая на твой вопрос сейчас в моменте, общение действительно важно для нас. Да, действительно, общение развивает мозг, коммуникации развивают мозг. Но тут важно понимать, что ты не лишена общения как такового. То есть ты идешь и взаимодействуешь, что ты выстраиваешь эту коммуникацию. У тебя проблема, одна из проблем, по крайней мере, то, что видно сейчас, во время нашего общения. Понятное дело, что может быть не видно многого другого. Но проблема не в этой коммуникации, а в твоих эмоциях, которые ты испытываешь относительно этой коммуникации. Эти эмоции, я тебе сейчас как раз даю вот эту модель, отчасти когнитивную, эти эмоции ты испытываешь в конкретных ситуациях. Эти эмоции ты испытываешь благодаря определенным мыслям, которые ты прокручиваешь в этот момент в своей голове. Мы об этих мыслях сегодня говорили. Мысли. Вот оно будет неловко. Не люблю быть грубой. Вот эти вот мысли. Нужно быть удобной, социально удобной. Буду выглядеть глупо, неинтересно и так далее. Что подумают? Вот эти мысли порождают твои эмоции. Эмоции какие? Вот эти вот тревожность, вот эта злость, раздражение, да, страх. Вот они, есть ситуации, есть такие мысли, и есть вот такие эмоции. И вот эта цепочка, она происходит именно таким образом. Именно в таком порядке. В заданной ситуации я прокручиваю вот такие мысли, и это порождает мое вот такое эмоциональное состояние. Соответственно, дальше это реализуется в мое поведение. Именно такая цепочка эмоций вытекает из твоих мыслей, из того, что ты думаешь. И для того, чтобы эти ситуации проживать комфортнее, как ты думаешь, что нужно сделать? Ну, изменить мысли. Пересматривать их, да. Точнее, может, для начала их замечать тогда? Вот, это более верно. Замечать, что я думаю, это действительно терапевтично. Замечать, какие мысли в моей голове в тот момент, перед тем, как я начинаю испытывать тревогу, страх, злость, агрессию и так далее, да, подобные эмоции. И эти мысли, они базируются на каких-то твоих убеждениях, на твоем восприятии. То есть ты как-то видишь этот мир, у тебя есть какая-то картина мира, Юли. Юля вот как-то разделась, сформировала свои принципы, ценности, мировоззрение. На этом мировоззрении строятся твои убеждения, как ты это видишь. Что, например, нужно быть вежливой и удобной для того, чтобы с тобой шли на контакт. Но это твоя картина мира, да? Конечно. Например, сугубо моя личная картина мира. Можно спокойно молчать, сколько угодно ехав в такси, пусть он сдуется первый. Я обычно так и делаю, но при этом, да, мне... Это такой пример. Это просто к тому, что есть разные... У разных людей разные убеждения, разные восприятия. Это к тому, что твои мысли строятся на твоём восприятии мира. И в моменте, чтобы, например, уменьшить страх, тревожность и так далее, конечно же, ценно, как ты говоришь, замечать эти мысли. Это первый аспект. Научиться замечать эти мысли. Второй момент. Их начать пересматривать. То есть подвергать их рационализации, вот этой твоей любимой рационализации. Во-первых, действительно проверить, а насколько вот такое развитие событий вероятно от одного до десяти. Если это не десятка. Я проверю. Ну, хорошо, смотри. Насколько... Там две проблемы, я же не могу предсказать. Блин, а если он маньяк просто или... Это называется прогнозирование. Вот ты идёшь за кофе, и ты начинаешь прогнозировать, предсказывать вероятность... Маньяк или Бористо? Бористо. Насколько вероятно, что Бористо маньяк? Из чего складывается твой прогноз? Из твоего жизненного опыта. Мы не просто так поговорили про твой жизненный опыт. Я тебя спрашивал. Когда ты себя погружаешь в эти ситуации, вот делаешь шаг с этой... Вот как роупджампинг. Делаешь шаг в эту ситуацию. Идёшь общаться с этими людьми. Как часто это всё заканчивалось плохо для тебя? Ты говоришь, ну, обычно это всё заканчивалось нормально. Прогнозирование строится на твоём опыте, хотя бы, как минимум в начале. И поэтому, когда ты идёшь к Бористо за кофе, и у тебя мысль, он маньяк, начнёт на меня нападать, ты начинаешь прогнозировать это всё, оценивать вероятность того, насколько Бористо маньяк в моей жизни вообще такой опыт присутствует. И от одного до десяти оцениваешь. Если из десяти случаев девять были маньяки, ну, тогда да, мне всё-таки нужно быть настороженно, тревожно к этому относиться. Сохранить себе жизнь нужно. Да. Сохранить себе жизнь. Очень важно, кстати, функции наших эмоций и чувств. Это вообще отдельная тема. Я надеюсь, хотя бы вскользь, может быть, расскажу. Но если нет, это не страшно. О том, для чего нам вот этот страх, тревога, для чего нам вот это раздражение и злость, у них есть назначение. Но мы говорим про то, когда мысли у тебя возникают, да, определённые вот ситуации, возникают мысли, ты испытываешь эмоции. Чтобы изменить эти эмоции, нужно пересмотреть эти мысли на адекватность, на реальность, да. Вот, значит, нужно оценить то, что я думаю. Я думаю, что со мной произойдёт плохое, что Бористо на меня нападёт. Я оцениваю это, насколько это вероятно. Это то, что очень поверхностно и легко может это немножечко подуменьшить. Но когда это всё достаточно глубоко, как в твоём случае, то есть тебе может не помочь. Вот это некоторая рационализация, ты же себе иногда рассказываешь. Я убеждаюсь, да, в том, что в принципе всё нормально, но всё равно эмоции же остаются, да, там какие-то. То есть это следующий этап. Мы так по слоям это, знаешь, немножечко раскрываем. Следующий этап – это вот эти твои убеждения относительно того, какая я там уже буду. Вот, не люблю быть грубой, вот это вот всё. Нужно быть удобной, буду выглядеть глупой. И вот у тебя есть некоторое твоё восприятие себя вот такой. Ну, глупой, например, быть плохо, хотя только глупый человек пойдёт, например, ну, не будет совершать какие-то... Я думала постесняться спросить дорогу и будет выбираться сам. Глупый человек. Глупый человек, он осознаёт, что он не понимает дороги. Он как раз-таки и пойдёт спрашивать эту дорогу. Ну, представляешь, он глупый. Вот представь, я глупый, я не знаю, куда идти. Если я буду рассчитывать только на себя, ну, я глупый, как я могу на себя только рассчитывать? Глупый человек никогда не знает, что он глупый. Начнём с этого. Ну, не знаю, не факт. Мне так кажется, сугубо лично. Мы говорим не про глупого человека как такового, мы говорим про глупость как качество. Ну, либо в каком-то вопросе. Если в каком-то вопросе ты глупа, ты будешь, ну, например, в психологии, в каком-то конкретном вопросе, у тебя нету достаточных знаний. Это можно сказать, что, ну, есть некоторая, ну, глупость, необразованность относительно. Если ты, например, будешь в психологическом сообществе что-то задвигать, не зная психологии, это будет выглядеть глупо. Да? Вот она, это глупость. Для того, чтобы в этом разобраться получше, ты пойдёшь что? Ну, каким-то источником более компетентным. Да, да, конечно. Вот, и к этому приводит глупость. Если бы ты не была бы в этом глупой, ты бы не пошла бы разбираться в этом со специалистами. Ты бы пошла бы городить бы что-то своё. Это другая сторона глупости, которую мы не замечаем. Я просто показываю вот эти вот стороны, качеств, которые ты испытываешь. То есть для тебя глупость — это плохо, но это может быть и хорошо в том числе быть глупой. Для тебя быть грубой — это плохо, но в каких-то ситуациях быть грубой ведь очень важно, правильно? Отстоять свои границы. Да, да. Да, вот оно. Это для тебя плохо быть какой-то неудобной, но ведь в каких-то ситуациях ведь нужно быть неудобной, чтобы, например, тобой не манипулировали открыто, правильно? Чтобы к тебе нельзя было легко поступить. Вот я... Наоборот, я даже видя в других людях эти качества... Допустим, я восхищаюсь своей подругой, которая так, с кем-то надо поскандалить, а хочешь я, а можно я? Она с огромным удовольствием это делает. Другое проявление этих качеств. И вот мы говорим сейчас как раз о следующем слое, который мы снимаем вот с этих мыслей. Помнишь шаблон? Ситуация, в которых ты находишься, там есть определенные твои мысли, которые порождают твои эмоции, что ты чувствуешь себя там тревожно, плохо. И вот мы говорим, а как эти мысли-то пересмотреть, что там с этими мыслами... Нужно изменить мысли, нужно изменить восприятие этой ситуации, чтобы были другие эмоции, и тогда все поменяется в моей жизни. Ну, эмоциональное состояние поменяется. Ну, успеваешь, да? Да-да-да, я понимаю. И вот мы говорили, первый слой — это вот пересмотреть вот эту адекватность, оценить вообще это все. А второй слой... Насколько опасно ситуация. Да, да, точно. Это вот эти убеждения, которые есть в этой ситуации, то есть в этих мыслях, что я вот такая, глупая, должна быть удобной и так далее, и так далее. И вот момент, что нужно пересматривать, какая я, как я воспринимаю вот эту глупость, как я воспринимаю вот эту удобность. То есть видишь, воспринимаю ли я это только с одной стороны. Если я воспринимаю эти качества однобока, с одной стороны, то другую сторону этого качества я не вижу, не использую его. Хотя это вот как раз есть позитивная сторона этого качества. У глупости позитивная сторона есть, как мы выяснили. Да, вот у этой злости, агрессии, неудобства есть тоже позитивная сторона, это отстаивание там границ и так далее. Есть позитивная сторона у всех качеств. И в твоем опыте эти все качества к тебе повернуты, так сказать, неудобной, неловкой стороной для тебя. И тебе бы нужно рассмотреть через свой жизненный опыт, как мне воспользоваться вот этой своей глупостью, вот этим своим неудобством, как мне быть вот такой неудобной, грубой, и при этом чувствовать себя хорошо. Тебе бы так хотелось бы себя проявлять. Ну да, конечно. Тогда ты будешь чувствовать себя более комфортно в своем проявлении, потому что ты хочешь нагрубить, например. Ну, хочется иногда. Да? Ну, или не то, что нагрубить, а... Дать открыт. Да. Более агрессивно себя проявить в поведении. Есть такое понятие, как умеренная, такая добрая агрессия, да, то есть жизненно необходимая агрессия. Тебя прессуют, тебе что-то пытаются заставить сделать, тебе нужно проявить агрессию, да, сказать твердо нет. И вот в самом начале вот это вот сказать нет, отказать, это тебе очень сложно дается, как я понял. Да, да. Потому что тогда вот тебя будут воспринимать какой-то плохой и так далее, и так далее. Но такое поведение заставляет тебя в итоге почувствовать саму себя вот такой вот, такой-то, ну, не особо хороший, позитивный, плохой по отношению к самой себе. Вот это в чем дело. То есть ты, когда зажимаешь свое проявление, свою желаемую реакцию, ты внутри, внутри себя, есть такой внутренний диалог, что вот, ну, как-то не живешь, что ли, себя, типа, да, такого. Ну, да, ну, как сказать, слабость, кажется, ну, вот почему ты такая слабачка. То есть внутри, внутри ведь ты ощущаешь себя сильной в том плане, что хочешь проявить это, но не проявляешь. И видишь, вот получается, что ты, вот это восприятие тебя плохой, слабой от других людей, это на самом деле проекция того, как ты себя воспринимаешь. Это вот такие игры, да, перевернутые. Того, как ты себя воспринимаешь относительно своего поведения. Что если ты, вот, не решаешь быть вот такой агрессивной, внутри воспринимаешь себя слабой, это твой внутренний диалог. Вот, да, внутреннее твое восприятие. И действительно ведь это нужно иметь определенные качества, чтобы, там, вот эту ту же самую решимость, прыгнуть, там, со скалы, вот этой, с резинкой, чтобы проявить эти качества, которые нужно для проявить. И что будет еще тебе помогать, например, это проявлять, помимо того, это мы сейчас разбираем, вот эту вот ситуацию, что тебе поможет пересматривать твои мысли, на которых строятся твои эмоции. Вот твое отношение к твоим качествам. Когда ты глупая, когда ты агрессивная, когда ты вот такая злая, когда ты неудобная, когда ты молчишь, когда ты вдруг в какой-то компании вдруг неинтересная, хотя ты считаешь себя интересной, да. помимо того, чтобы разобрать свои ограничения относительно этих качеств, а эти ограничения, ну, их разбирает психотерапия. Поэтому я вначале и говорил, что у нас тут, к сожалению, неполноценная психотерапия. Это наше такое первое знакомство. И плюс мы в целом нацелены увидеть ситуацию со стороны в разных ее проявлениях для того, чтобы и слушатели видели что-то свое, да, или у тебя было о чем подумать. И вот, например, психотерапия, она бы помогала бы работать вот с этими убеждениями. Когда ты вот с этими убеждениями начинаешь работать, почему я не могу быть глупой? Почему я не могу проявить агрессию нормально? У тебя есть на это определенный, так сказать, блок внутренний, да, какой-то блок внутренний. И вот туда нужно пойти, об этом говорить, это исследовать, это этим и занимается психотерапия. И вот этот второй слой, который снимает, это вот снимает психотерапию, она когда работает с этими убеждениями. К сожалению, мы сейчас не сможем их раскопать. это нужно еще больше времени, ну и вряд ли за один раз это получится, потому что, ну, мозг даже не усвоит все. А третий момент, это вот который помогает тебе проявлять вот это вот все, помимо оценки вероятности, вот это твоя решимость, вот этот шаг, да, если ты понимаешь, что этот страх, он, если это, он делается только после того, когда ты вот этот страх оценила как более низкий, если ты понимаешь, что там нет такого страха, как ты нарисовала себя перед этим, что там, в принципе, все контролируемо относительно твоего поведения, что ты можешь проявить какую-то реакцию любую для себя, и вот эта решимость, она тебе помогает совершать этот шаг в эту деятельность, в это общение. Что ты думаешь по всему этому поводу? Ну, я думаю, что до этого я с этим справлялась как раз попыткой, ну, то есть самый шаг сделать, чтобы уже в это общение занырнуть, попыткой вообще наоборот все мысли отбросить и вот просто и пошла, например, общаться, да? Вот. А получается, нужно ну, в идеале бы эти мысли не просто отбросить, а проанализировать и заменить более позитивными мыслями. Как ты думаешь, как это возможно? Вот здесь... Заменить немножко, и вот есть у меня сложность в плане, ну, то есть понятно, негативные мысли нужно развеять и подумать о позитивном, потому что у меня есть какое-то ощущение искусственности, что я могу себе произносить, что да все будет нормально, там, да все... ну, я вот это какой-то... Не знаю, может, это работает? Нет, так, конечно, не работает, это действительно искусственно. То есть у меня есть ощущение, что я-то в это не верю, и я вот просто как дура сижу и типа да. Да, да, нет, конечно. А как тогда в это поверить? То, что ты описываешь, это действительно из книжек по супертренингам, которые продают всем. Да, я бы там вообще не действую. Замени негативные мысли на позитивные. То есть, например, вот у меня тревога, я не могу пойти в контакт с людьми, а ты теперь думай, что все нормально будет. Ну да, да, да. С вас пять тысяч. То есть, действительно, это полная иллюзия, так оно не работает. И поэтому я и заговорил про психотерапию, потому что эти мысли, я тебе еще перед этим говорил, они строятся на твоем убеждении определенном, они же вытекают из твоего мировосприятия. И вот это мировосприятие нужно дополнить, дополнить более распространенной информацией о мире. И вот психолог, он помогает, как бы тебе же самой увидеть свои убеждения с разных сторон. И в итоге получается так, что твое убеждение и твои мысли, они строятся на твоей железной логике и рациональности. Тебе не нужно себя уговаривать подумать по-другому. Ты просто теперь иначе ты думать не можешь, потому что теперь у тебя есть больше фактов и данных. Например, быть грубой. Быть грубой для тебя однозначно было плохо, по крайней мере, пока что мы сейчас с тобой говорили. Ну, вот в моменте. Это просто вот в моменте. Быть грубой, ну, плохо, не хотелось бы. Ну, не хотелось бы. Вот, вот в моменте. Потом мы начинаем с тобой развивать шире эту ситуацию. Да, что оказывается, в каких-то моментах быть грубой нужно хорошо. Да. Вот. И в итоге грубость ты воспринимаешь шире. Да? Ну, само проявление какой-то агрессии, злости. Да, для тебя более широкое восприятие. То есть мы сейчас начали его исследовать, оно у тебя было такое, ну, негативное. Потом мы рассмотрели жизненные ситуации, и ты логически понимаешь, что проявление грубости — это окей. тебе нужно себя было уговаривать, что грубость — это хорошо, без каких-то фактов. Ну, если бы ты себя бы уговаривала, что, ну, быть грубой — это нормально, но сама бы в это не верила, да, не было бы подтверждения того, когда грубость — это окей. Если бы я не давал, например, примеры проявления грубости, то это была бы вот эта иллюзия, да, о которой мы говорим. Ну, и еще есть такой момент, что, допустим, я могу, ну, допустим, я знаю, да, рационально, что важно оставить свои границы. Я вижу у других иногда, как это круто, когда ты можешь и там накричать, или просто что-то достаточно жестко, не обязательно хамить, ответить. Типа, да, это классно, но как самой начать так делать, это уже, ну, это тоже нужно как-то, я не знаю, вот решаться самой, так себя вести, тоже тяжело. То есть само по себе понимание, что это классно, оно пока еще не сильно помогает как бы так делать. Не подтверждено жизненным опытом. Да, ну, на практике это реализовать. Но тут нужно, наверное, просто практиковать, и все. Вот я и говорю, не подтверждено жизненным опытом. Так и с этими убеждениями. Для того, чтобы пересмотреть свои убеждения и начинать воспринимать их по-другому, ты начнешь их только тогда воспринимать по-другому, когда ты это подтверждишь своей логикой и своим жизненным опытом. Вот, Юля, это самое главное. То, что вот рассказывают, что думай просто позитивно, конечно же, это иллюзия. Но если ты своим жизненным опытом подтверждаешь, что думая вот так, я имею вот такой результат, разве ты будешь потом сомневаться в этом и думать, что это просто там уговорили тебя так думать? Нет, это же будет другое восприятие, правильно? Вот. И именно так и работает. Работа с убеждениями, в частности там и в психотерапии. Эти убеждения, когда вы их пересматриваете, ты в них не просто веришь на слово. Это, ну не знаю, что это такое. Поверить на слово, это просто какая-то действительно иллюзия. Нужно подтвердить жизненным опытом своим свое же убеждение, чтобы ты его воспринимала по-другому. Ведь так? Да, да. Только тогда ты ему будешь доверять. И именно таким только способом мы и доверяем. Это тоже очень важно. Если ты, например, идешь в работу с кем-то, это тоже очень важно. Если тебе просто говорят, ну ты подумай по-другому просто. Как? Ну да, да, да. Как подумай по-другому. И для этого тебе нужен жизненный опыт. И вот специалист тебе помогает твоим жизненным опытом, либо прошлым, либо текущим, либо будущим, сформировать твое убеждение более шире. Это отвечая на твой вопрос, как вот убеждение формируется так, что я ему теперь доверяю, что это не просто что-то иллюзия или наносное. А вот про что ты говоришь, что вот, например, я понимаю, что вот отстоять там, например, свои границы, это всегда окей, окей. Но как вот этот вот шаг там? Да, да. А вот опять же, почему стоит блок на этот шаг? Потому что если вдруг ты это сделаешь, что ты видишь себя, что будешь ощущать какой-то плохой или там будешь винить себя где-то подсознательно, ты же воспринимаешь этот шаг какой-то, как какой-то плохой. Но когда ты будешь воспринимать этот шаг как какой-то жизненно необходимый, как ты, например, идешь за кофе, тогда этот шаг делать легче. Вот. Когда ты понимаешь, что это часть твоей личности, вот эту всю твою глупость, всю вот эту твою агрессию, злость и страх, ее как бы нужно тебе вернуть в твою личность, чтобы ты это снова ощущала в полной мере. И в итоге, это вот я говорю уже, ты знаешь, такое финальное будущее, когда вот ты с этим всем разобралась. В итоге, в итоге у тебя это проявление вот этих вот качеств, да, там пойти там решительно что-то сделать, оно как раз таки базируется на твоей жизненной необходимости, как в походе за кофе. Вот мне сейчас нужно поработать, мне нужно пойти купить кофе, я иду, это делаю. И я принимаю все последствия, которые после этого будут. То же самое. Вот это мне сейчас вот так проявить, мне сейчас жизненно необходимо остановить разговор этого таксиста, мне сейчас жизненно необходимо купить лучшую вещь. Так вот оно же не жизненно необходимо, вот пока перетерпеть оказывается проще, потому что, типа, ну, со мной вроде как ничего не случится, я перетерплю, да? Ну, а вот здесь как раз этот ответ на вопрос, то есть, что со мной, что со мной, да, происходит. То есть, окей, если ты готова, пока что терпеть, это пока что, например, если для тебя это не сильно больно в твоей жизни, вот эти твои эмоции, тревоги, страха, да, там и агрессии, они ощущаются так, то вполне возможно, что для тебя это нежизненно необходимо изменять свое поведение. Но при рассмотрении мы можем увидеть, что если мы научились бы их проявлять по-другому, то моя жизнь, она бы поменялась бы, все равно бы в лучшую сторону, да? Ну да, может, это еще и вопрос отношения к себе, то есть, почему, мне кажется, что я-то могу перетерпеть, а он не сможет пережить мой отказ. Это тоже абсолютно согласен, да, то есть, вот тут был момент взятой ответственности других людей на себя, то есть, за их реакцию, это тоже в тебе присутствует. Очень много таких точек, которые стоит рассмотреть, размотать, и было бы больше времени, как говорится. мыслишь ты правильно, да, что если бы увидеть, что вот этот эмоциональный дискомфорт, он в действительности является, ну, определенной долей вреда для тебя сейчас, ну, ты ведь в этом дискомфорте находишься, и мы либо миримся с этим дискомфортом, либо нет, и вот жизненно ли мне необходимо уменьшить этот дискомфорт в своей жизни? Да, у меня еще, вот есть же вот это у нас, когда там заболело или что-то, так, ну, вроде же, пока не отваливается там конечность, подождать, когда отвалится, ну, тогда можно уже, вот я пока в процессе как бы смотрю и думаю, когда отвалится, да, или стоит подождать, или, может быть, сейчас будет проще, ну, с этим поработать, чем потом, когда уже будет отваливаться. Это наш менталитет, менталитет русских, вот, как говорится, вот у нас есть такая поговорка, пока жареный петух не клюнет. Это наш менталитет. Я же, наверное, еще поэтому и спрашиваю, типа, а может быть хуже, потому что я, может, подождать, когда будет хуже, или, типа, ну, или, типа, если будет, ну, может быть хуже, то тогда стоит обратить на это внимание. А если, типа, я просто буду всегда жить в этом дискомфорте, ну, и... Понятно. И вот видишь, как интересно вот этот твой вопрос, а может ли быть хуже, он не из интереса для того, чтобы работать в моменте исследовать, а из интереса жареный петух придет? Вот, а будет ли вот эта опасность? Ну, и может, еще мотивация работать сейчас это тоже могло бы быть. Ну, то есть, это вот он жареный петух или нет? Да, 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 вот это хотелось бы узнать, конечно. Типа, приведет это к тому, что еще через пять лет я вообще уже не выйду из дома? Или, типа, нет? Если оценивать... Ты можешь, кстати, сама попробовать попрогнозировать свою жизнь за последние годы, свои коммуникации, к чему это может привести. Однозначно, вот мы когда говорили, что факт стресса, тревоги и страха, раздражения есть, и поскольку он есть, это уже и есть проблема. Проблема в моем мироощущении. Если я эту проблему не решаю, то что тогда с ней происходит? Она либо остается в таком же состоянии, да, как, ну вот если ты там говорила, например, про болезнь, да, болезнь как? Она, если ты ей не занимаешься, если ты ей не занимаешься, она либо остается, ну, в таком виде, да, которая, если ты вот как бы как хроническую форму приобретает, и ты вот с ней привыкаешь и живешь. Да, да, да. Либо она уходит в патологию, и там уже какие-то радикальные меры. Либо я вот такое течение болезни что-то предпринимаю с этим делать, да, как-то решаю, изменяю и так далее, и есть возможность в стадию ремиссии пустить эту болезнь, да? То же самое с твоим эмоциональным состоянием, с твоей проблемой эмоциональной. Если вот сейчас можно, допустим, вот так вот оставить, если оно у тебя не развивается дальше, ты вот так живешь много лет, и только так оно у тебя никак не ухудшается, и тебе с этим окей уже, ты с этим миришься, тебе с этим комфортно, тогда действительно у тебя не будет даже никакой мотивации внутренней работать с тем же самым психологом, чтобы с этим разобраться, потому что для того, чтобы работать со своей проблемой, например, в психотерапии, это нужно вот этот свой истинное желание решить свою проблему, решить свою проблему. А если у тебя нет этого желания решить свою проблему, вот сейчас ты его не видишь, то тогда тебе остается наблюдать, ухудшается это или не ухудшается, да? Да, пока я в процессе вообще обдумывания, типа, а проблема ли это, я как-то общаюсь вот с друзьями, там, с мужем, еще с кем-то пытаюсь почву, типа, а вам кажется, это нормально? Ну, типа, вот то, что я вот так, или типа, или у вас не так, или, ну, то есть я пытаюсь как-то прощупать, посмотреть вообще. Исследовать вообще, что это в принципе? Да, 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 типа, а может все так живут, еще от того, что как бы с людьми-то редко общаюсь, думаю, блин, так может это все так, а может и никто не хочет выходить из дома, да может быть вообще нормально все со мной. Ну, во-первых, есть разные типы людей, как минимум экстравертированные и интровертированные. Ну, да, есть только один факт, как бы в пользу того, что проблема есть, это то, что, ну, я так жила не всегда, и почему я стала об этом задумываться, потому что это не свойственно изначально было моему характеру. Ну, вот эта закрытость, нежелание выходить из дома, нежелание общаться с людьми, это не какие-то мои качества, которые всегда со мной были. Если что, характер, он активно меняется при жизни. Вот этот миф, что люди не меняются, это, ну, миф отчасти, ну, в большей степени, потому что все-таки наш характер, он меняется в течение жизни, он зависит от изменений. Прямо так полярно? Действительно, да, он может меняться полярно, потому что наше поведение, оно меняется, исходя из той среды, в которой мы находимся. Если ты активный коммуникатор, например, работаешь точно в офисе, все время взаимодействуешь с людьми, вот этот навык коммуникации, он у тебя должен быть оточен, тебе нужно все эти социальные связи поддерживать. Если у тебя среда меняется, ты, например, уходишь на фриланс, и только вот у себя дома работаешь, у тебя среда изменилась, будет ли меняться качество твоего поведения, качество твоего взаимодействия, ну, когда твоя среда поменялась. Ты жила в маленьком городе, в деревне, например, или там, ну, вообще, маленькая коммуникация, живешь в Москве, в огромном мегаполисе, твое поведение будет меняться, как ты думаешь? Да. Вот, это потому что среда меняет поведение, это биология. А теперь вот с точки зрения, вот как психолог, нужно ли для психического здоровья, для когнитивного развития, да, и всего остального, нужно ли себя, как сказать, ну, заставлять, конечно, звучит неприятно, заставлять... Развивать навык общения. Да-да-да, нужно ли это делать, нужно ли, как бы, убеждать себя в том, что, ну, продолжать себя убеждать, общаться с людьми, там, и все такое. Вообще, полезно ли это или нет, и что полезнее остаться там, в комфортном мире, ну, просто решить, вот теперь я такая, у меня теперь такой характер, и ни с кем не общаться. Ну, не с кем, а мало с кем. Или все-таки полезнее было бы стараться это преодолевать? Ответ будет такой, и да, и нет. Если ты преодолеваешь себя, убеждаешь себя в этом, то лучше, конечно же, этого не делать. Это будет не полезно для психологического здоровья. что ты как бы позаставляла, а потом все, починилась, и ты снова... Сломила волю? Тогда сломила волю. Ну, как там, со спортом, типа, позаставлял, и потом... Дисциплинирование. Или с навыком, вот с навыком каким-то сначала позаставлял, а потом научился, и все, и начал кайфовать, нет? Очень многое зависит, как обрести этот навык, как обрести этот навык, зависит от твоего типа поведения. Что тебя, например, мотивирует? Тебя мотивирует быть привлекательной в общении, в кругу людей, или тебя мотивирует не быть какой-нибудь неинтересной, неудобной, то есть избежать осуждения, например. Разный способ мотивации, из разного способа мотивации выстраивается разный способ освоения вот этой привычки. И вот второй, я сейчас тебе поясню немножко за вот этот, стоит ли или не стоит это дальше себя заставлять. Первый мой ответ, что нет, заставлять себя убеждать, тем более убеждать себя, слепо убеждать, вообще бессмысленно. Нет, ну не слепо, а логически, типа это полезно, вот ученые доказали. Это такие предположения. Для тебя логика включится только тогда, когда ты подтвердишь это жизненным опытом, а не то, что ученые доказали. Вот тогда для тебя это будет железобетонно. Я это к тому, что сопротивление психологическое идти для того, чтобы освоить это все и войти в эту коммуникацию, это не очень хорошо для психологического здоровья. А второй ответ, да, это то, что действительно коммуникация, это очень классно для человека, и это действительно развивает наш мозг и помогает нам быть более счастливым человеком, когда мы общаемся с другими людьми. Да. Но только если ты кайфуешь от этого общения. Это все развитие происходит. Причем ты можешь кайфовать в самом процессе, но сам шаг в этот процесс, он может быть сопряжен со страхом, с волнением, но этот страх и волнение, когда контролируемо, когда ты можешь отвечать за последствия, которые потом будут в процессе этого общения, всегда страшно в начале, всегда выйти на сцену, как ты говоришь, вспомни, когда ты выступала перед публикой, страшно перед самим выходом, волнительно, и ведь это действительно очень важно, потому что страх и волнение, они помогают, помогают совершать исключительно точные действия. То есть из-за того, что ты волнуешься, ты начнешь помнить максимальную информацию, которую тебе нужно донести, будешь стараться совершать меньше ошибок, когда тебе страшно, ты будешь стараться просто биологически совершать меньше ошибок. И это когда мы управляем своим страхом, когда мы с ним дружим, мы управляем этим волнением, и вот тогда мы сознательно можем, так сказать, себя в кавычках заставить пойти в этот опыт общения, потому что дальше-то мой опыт управляемый, дальше я могу нести ответственность за последствия этого моего общения. Тогда, да, вот этот шаг, он сравнительный вот с этим прыжком. Когда ты прыгаешь с этой резинкой, ты же знаешь, резинка тебя держит, твой страх управляем, ты знаешь, что там безопасно в итоге, и ты... А прыгнуть-то все равно страшно, правильно? Ну да, конечно. Вот, страх же есть, но мы все равно идем за него. Но только при условии, когда мы его, так сказать, контролируем, контролируем осознанно, когда мы несем последствия за принятые нами поступки и решения. И вот тогда развитие вот этого навыка общения путем того, чтобы, как мы в кавычках сказали, заставить себя это сделать, это иногда будет полезно, да. Но при условии, что далее там все у тебя контролируемо, ты несешь ответственность за последствия. Это действительно полезно. И, например, заводить новые знакомства, например, раз в неделю, познакомиться с каким-нибудь новым человеком, или завести общение, поговорить один раз в неделю, или там на несколько минут себе дать такую задачу, установку просто как навык растяжения вот этого своего навыка, контролируемо, по чуть-чуть это добавлять в свой жизненный стиль, жизненный опыт, в уровне комфорта, из комфортного состояния, да, из страха, ну, из комфортного страха. Ты когда выступаешь, идешь перед публикой, этот страх, ощущается волнение, но в целом же тебе комфортно, ну, глобально, глобально, ты же как бы, нету угрозы там твоей жизни прям такой прямой, да, вот, это то же самое, то есть в целом комфортное состояние движения через вот этот страх, через вот это волнение, и потом принятие последствий, это действительно для тебя будет очень терапевтично, ну, в частности для тебя, потому что, как минимум, это поможет тебе этот опыт снова получать, а во-вторых, это тебе поможет, важно, утверждаться логически в этом опыте, и вот оно, твое восприятие, твои убеждения будут меняться, подтверждаясь жизненным опытом, логикой, и в итоге твои эмоции будут потом другие от этого опыта. Когда ты десять раз купишь кофе с мыслью, что, а, ну вот все, теперь кофе я покупаю, окей, все, у тебя изменится уже это восприятие, для этого нужно купить это кофе десять раз с мыслями окей, а чтобы сделать эти мысли окей, это вот нужно еще раз прослушать этот подкаст, его еще раз реально прослушать, я это всегда рекомендую не только гостям, но и слушателям тоже прослушивать подкасты, данные, ну хотя бы еще один раз как минимум, потому что мы говорим больше часа, около часа, и однозначно наш мозг какую-то информацию воспринимает, а где-то в какие-то моменты мы в своих мыслях там что-то там подумали, что-то не услышали, что-то не восприняли, это нормально, так даже происходит и в принципе в процессе там психологической беседы и сессии, очень важно там записывать, конспектировать, прослушивать снова, для того, чтобы услышать что-то новое для себя, с каким-то таким запросом, подойти к этому прослушиванию, да, и вот как вот эти вот мысли немножечко сделать, восприятие их чуть по-другому, да, поможет снова прослушать этот подкаст, но я думаю, может быть у тебя появились какие-то, может быть, идеи, или вот внутренние такие инсайты относительно своей ситуации, которые бы уже сейчас тебе помогли бы сделать свою ситуацию лучше, есть ли такое, можешь поделиться? Ну, да, я думаю, есть, во-первых, о том, что, ну, вот эта мысль была у меня, нужно себя заставлять или не нужно заставлять, и как, и что, что здесь нужно на свой комфорт ориентироваться, и, в принципе, ничего страшного, ничего страшного нет вообще в том, что я не хочу иногда общаться с людьми или часто не хочу общаться с людьми, то есть проблема не в этом, а в том, что я по этому поводу чувствую, ну, по поводу нежелания общаться с людьми, что я сама себя начинаю гонять, типа, это плохо, это тебе вредит, а может, это не вредит, а может, это и нормально, Вот. И от этой, как бы, от этих мыслей можно абстрагироваться уже и на свой комфорт ориентироваться в плане... Как ты будешь ориентироваться на свой комфорт? Во всяком случае, не заставлять себя. Я не то, чтобы сильно заставляла до этого, но у меня все время были мысли, что, блин, вот ты избегаешь, это опять какое-то детское поведение, а нужно было в это пойти, а нужно было вот так сказать, или, например, или там вот куда-то поехать. Вот даже вот поехав сюда, я думаю, блин, вот, тебе это будет полезно, давай едь. Ну, это правда полезно, конечно. Вот. И ну, в общем, сама мысль о том, что глобально ничего страшного в том, чтобы быть более закрытой и менее общительной, нет. Это классная мысль. Ну, и про то, что убеждения свои нужно анализировать и как-то подкреплять. Пересматривать, да. Пересматривать, да. Делать их более такими адаптивными к реальности, в которой мы живем. Ну, и действительно, вот этот опыт, который, как ты описываешь, что ничего же страшного не произойдет, это мне на пользу, и тогда я иду, он вот тебе как раз помогает. Вот это твое неопределенное будущее, которое ты нарисовала себе супер страшным и супер плохим, определить в настоящее, да, то есть в настоящем в итоге произойдет результат вот того, что ты боишься, и ты уже увидишь следствие, и вот подтверждая вот это, что следствие, оно действительно окей, это тебе будет помогать все больше и больше приходить вот в этот твой внутренний комфорт относительно всех этих действий. Если для себя, вот я сейчас слышу по нашему общению, для тебя реально важно подтверждение жизненным опытом, очень важно, поэтому создавай для себя этот жизненный опыт, подтверждай его, чтобы иллюзия вот этого страха, который у тебя рисуется в будущем в неопределенном, оно не преобладало над тем, чтобы ты выбирала страдания чуть меньше, но в настоящем. Выбирай последствия новой деятельности, там могут быть страдания, а могут быть и не страдания, понимаешь, вот она локерия. Да, да, да. А ты выбираешь всегда страдания, но если ты идешь в эту деятельность, там могут быть страдания, а могут быть и не страдания, потому что там непонятно, 50-50. Ну и себя, конечно, чувствуешь более классно, когда ты все-таки поехала, пообщалась, и все прошло нормально, и типа клево. Вот, то есть в ситуации, когда вот я сегодня еду, и у меня такое ощущение, что если бы мой мозг мог, он бы выпрыгнул из головы и поехал обратно домой, потому что, типа, блин, а я нет, дружочек, я тебя довезу, да, и как бы покажу тебе, что все нормально. Ну и как тебе? Комфортно? Позитивно? Да, да, да. Ничего такого страшного не случилось, да? Да. Ну хорошо. Юля, спасибо тебе большое, что решила поделиться своей историей. Я всегда говорю, что это очень важно. Когда другой человек решает поделиться своей историей перед слушателями, так сказать, раскрыть свою правду, это очень ценно для многих, для многих. Ну и для тебя, конечно же, тоже. Надеюсь, это было таким же ценным. Спасибо тебе большое. Да, спасибо, спасибо. Это был подкаст «Все в твоей голове». И сегодня мы узнали о том, как можно себя проявлять в социальном поведении, комфортно или некомфортно, как определять свои эмоциональные состояния, когда мне удобно идти в коммуникацию или неудобно. И вообще, хорошо ли это или плохо то, что я ощущаю? Хорошо ли, что я иногда выбираю быть замкнутым человеком? Или мне всегда нужно стремиться к коммуникации и как можно больше общаться с людьми? Мы поговорили о состояниях и чувствах, которые возникают в такой момент, и как их научиться раскрывать целиком и полностью, как смотреть на эти состояния и чувства с другой стороны, как увидеть силу в какой-нибудь злости, как увидеть силу в проявлении агрессии, как увидеть позитивную сторону в проявлении глупости. И мы увидели разные стороны этих состояний. Также мы разобрали, как работать со своими убеждениями было бы более лучше, чтобы изменить свои эмоции, потому что мы всегда подтверждаем эту цепочку. Ситуация, мысль, эмоция. Наши эмоции зависят от того, что мы думаем. Наши мысли возникают в какой-то конкретной ситуации. Если мы видоизменяем наши мысли, причем утверждаясь именно логически, подтверждая жизненным опытом, мы тогда способны изменить свое эмоциональное состояние. И мы также определили то, что некоторая решимость, то, что неизвестно, то, что неопределено и кажется страшным, но при условии, что первоначальная оценка этого страшного при его детальном рассмотрении вроде бы кажется безопасной, то вот этот страх, это волнение, это нормальное состояние для того, чтобы предпринять этот решительный шаг и двинуться в него, чтобы получить вот этот позитивный опыт поведения, позитивный опыт именно практически. И вот этот практический опыт, он и помогает формировать наши убеждения более шире, адаптировать его к нашей реальности, и это помогает нам жить хорошо и комфортно. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь опытом в комментариях или присылайте свои истории к нам на почту. Ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.